Можно сказать, что масштабная стройка новых корпусов для учреждений дошкольного образования в Краснодаре вышла на финишную прямую. Пять новостроев уже работают, а скоро введут в эксплуатацию еще десять. Новые детские сады и пристройки на карте города покажет Дарья Безинская. Потребность в детских садах, привлекательном для жизни, динамично растущем мегаполисе актуальна как никогда. Каждый год у нас строят до миллиона квадратных метров жилья, возводят целые новые микрорайоны. Плюс со всей России к нам переезжают люди и самое приятное в кубанской столице рождается все больше детей. И сейчас очень важно успеть за приростом населения. И в городе развернулась самая масштабная стройка социальных объектов за всю его историю. Но самый главный приоритет отдают школам и детским садам. Итак, поговорим про садики. В 2017 году построили пять новых дошкольных учреждений, четыре из них уже работают. Возводят три детских садика и семь новых корпусов к уже имеющимся. Это 1850 мест для малышей. Часть социальной стройки за счет беспрецедентной по объему финансирования федеральной программе жилища. Плюс за счет краевых и муниципальных средств. Также возводят детские сады за свой счет и строительные компании. Улица Яцкова 11 в микрорайоне Губернский. Сейчас мы находимся рядом с новым детским садом «Радужный». Его двери открылись в начале августа этого года. В здании есть все для творчества детей, спорта, учебы и укрепления здоровья. Музыкальные спортивные залы, пищевой и медицинские блоки. В сенсорных комнатах логопед и психолог проводят занятия. Объект возводил частный застройщик, потом его выкупили в муниципальную собственность. Современный уютный детский сад стал вторым домом для 250 ребят. Мы перемещаемся к еще одному дошкольному учреждению, которое открыли в тот же день, что и «Радужный». Это изумрудный город в жилом комплексе «Панорама» на улице Героев-разведчиков-2. Каждый день сюда приходят три сотни малышей. У них тоже есть все, что нужно для всестороннего развития. Просторные музыкальные, яркие спортивные залы, кабинеты психологов и логопедов, медицинский блок, кухня и столовая. Во дворе обустроили веранды и зеленые прогулочные зоны. В каждом учреждении есть системы видеонаблюдения, которые работают в онлайн-режиме. Этот детский сад тоже построили по уже отработанной схеме частного государственного партнерства. А сейчас у нас на очереди район улицы Казбекской. Здесь, на проспекте Константина Образцова-6, вырос новый детский сад. Его тоже возводил застройщик. Планировал завершить все к концу года. И, как видите, обещание исполнил. Остались мелкие работы. Городская администрация выкупит здание и ведет его в эксплуатацию в следующем году. В двухэтажном садике предусмотрен медицинский блок, пищеблок с небольшим лифтом для подъема блюд на второй этаж, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для персонала. Скоро сюда смогут ходить 200 мальчиков и девочек. По соседству с большим детсадом еще два небольших. На первых этажах домов номер 1 и 5 на проспекте Константина Образцова. Там есть все необходимое. От групповых комнат до столовой. Каждый рассчитан на 40 воспитанников. А мы движемся дальше. А это улица Александровская в поселке Плодородный-2. Детский сад есть только в поселке Плодородный-1. Но родителям с малышами идти туда далеко неудобно. А новое учреждение, когда его построят, сможет принять 170 ребят. На всех блоках уже завершены работы по бетонированию плит перекрытия от Сокольного и Первого этажей. Срок на реализацию проекта 10 месяцев. То есть первых воспитанников в детсад примет в 2018 году. Еще одна важная стройка – мы на улице Фоногорийской в поселке Индустриальный. Здесь тоже один детский сад, и он перегружен. Но, как видите, на месте будущего дошкольного учреждения кипит работа. Объект застройщик планирует сдать тоже в следующем году. Это будет двухэтажное здание для 250 ребят. Это район красных партизан с западного обхода. Здесь тоже строят новый детский сад, в который пойдут 280 малышей. Это самое большое дошкольное учреждение, которое возводят в городе по программе «Жилище». Площадь здания с пяти блоков – почти 4,5 тысяч квадратных метров. А территория в два раза больше – 10 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят беседки, игровые площадки, зеленые прогулочные зоны, посадят деревья и кустарники. В общем, впереди еще очень много работ. Все обещают закончить в начале 2019 года. За последние 10 лет он так сильно расстроился и прирос с жителями, что местные детские сады нуждаются в серьезном подспорье. Поэтому сразу для шести дошкольных учреждений строят новые модули по типовым проектам. Это новые корпуса для детских садов номер 230, 232, 115, 223, 233 и 46. Все они находятся в юбилейном микрорайоне. На завершение строительства корпусов подрядчикам давали полгода. И, как видите, все уложились в срок. Объекты готовы. Здания двухэтажные. Здесь будут не только группы, но и спальни, актовый зал, столовая. Каждая рассчитана на 40 воспитанников. В общем, все необходимое для ребят. Новые корпуса примут дошколят в первом квартале следующего года. Финал актуальных строек 2017 года – улица Володарского, 3. Здесь возводят новое здание к 73-му детскому саду. Оно будет двухэтажным и просторным. Площадь – почти полторы тысячи квадратных метров. И сюда будут ходить 80 ребят. Закончить все работы обещают к Новому году. Давайте еще раз обобщим цифры, чтобы не упустить ничего важного. Уже в этом году в четыре новых учреждения ходят 630 ребят. Получают важные навыки и готовятся к школе. В следующем ведут еще 11 новых учреждений, в которые смогут ходить 1220 мальчишек и девчонок. И городу очень важно сохранить такие хорошие темпы, чтобы мест в детских садах хватило всем дошколятам. Дарья Безинск, Антон Чернышев, телекомпания «Краснодар». Продолжение следует...